Всем доброго времени суток! В этом видео я хотел бы поделиться своим опытом в нанесении морозного рисунка. В моём случае я захотел необычно покрасить свой гаражный стол размером 150 на 65 сантиметров. Обрабатывать столешницу под ноль я не стал, так как целью являлось получение эффекта. Сбил с него пыль и нанёс мелкую риску серым скотч брайтом. Купил я его в магазине, всё для покраски авто за 100 рублей. Он многоразовый и ещё пригодится. Стер с него пыль обычной тряпкой и протер обезжиривателем. Далее я подготовил акриловый грунт 4 к 1. Взял самый дешёвый около 450 рублей за комплект. Для лучшего заполнения пор и сглаживания мелких неровностей я нанёс два слоя грунта. Между нанесением первого и второго слоя должна пройти межслойная сушка. При температуре в помещении 20 градусов это около 15 минут. После высыхания второго слоя я протёр деталь липкой салфеткой. Это требуется для удаления перепыла после нанесения грунта и мелкой пыли, которая нападала во время сушки. Далее под базу я использовал синий металлик. Ушло у меня на столешницу около 200 грамм. Нанёс жир на один слой. Этого мне показалось достаточным. После высыхания базы я нанёс акриловый лак 2 к 1. Продолжение следует... Хотел нанести в один слой, но размешал меньше чем нужно было. На столешницу потребовалось 150 грамм разбавленного лака. Я размешал всего 120. Поэтому пришлось наносить второй слой лака. После высыхания лака на нём надо набить риску. Я использовал серый скотч Брайт. Хотя позже я понял, что надо было пройтись обычной наждачкой 240 или 320. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Теперь перейдём к самому ингредиенту, который нам поможет добиться этого самого морозного рисунка. Идём в магазин, в котором продаются удобрения, и покупаем там карбамид. Мочевина. Одна килограммовая пачка стоит около 100 рублей. Продается она ещё и в жидком виде, уже в разбавленном, но я купил в гранулах. Для приготовления раствора налейте в банку тёплой воды, добавляйте туда карбамида и размешивайте. Раствор будет готов тогда, когда он перестанет растворяться в воде. На столешницу у меня ушло около полулитра готовой смеси. Далее берём губку и по возможности равномерно наносим состав на деталь. При нанесении образовывались проплешины, на которых раствор никак не хотел держаться. Именно поэтому нужно было использовать 240-ю наждачную бумагу для того, чтобы раствор смачивал поверхность. После испарения воды остаются кристаллы, количество и высота которых зависит от температуры в помещении, вентиляции и концентрата мочевины и воды. Чем больше времени уйдёт на сушку, тем кристаллы будут длиннее. При быстрой сушке феном кристаллы будут короче. При комнатной температуре раствор высыхал около 12 часов. При высыхании он образовывает кристаллы, похожие на морозный рисунок. В небольших углублениях на детали образовывались слишком высокие кристаллы, которые смылись в процессе обработки детали. На проплешины после высыхания я добавил концентрированного раствора. Поверх высыхшего раствора я нанёс серебристый базовый металлик. Первый слой я нанёс на пылом, второй уже хороший жирный. Субтитры подогнал «Симон» После нанесения прошло около 6 часов. Субтитры подогнал «Симон» Обрабатывал поверхность я всё тем же скотч-брайтом с водой. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» После проведённых работ я сделал вывод, что для нанесения морозного рисунка необходимо использовать инфракрасную лампу, так как она будет прогревать деталь и вода будет быстрее испаряться, образуя равномерный рисунок. Всем спасибо за внимание.